Екатерина Булыгина занимается охраной труда в крупной нефтяной компании. Она в ответе почти за 7 тысяч человек. В профессию пришла почти два десятилетия назад. Тогда, говорит, и подумать не могла, что это станет делом жизни. Понравилось тем, что работа специалиста по охране труда, она вроде не видна, вот на первый взгляд, но она играет очень большую роль в создании безопасных здоровых условий труда. Участие в Олимпиаде по охране труда Екатерина принимает уже в четвертый раз, с самого первого состязания. В прошлом году ее команда стала победителем. На этот раз планы не менее амбициозные. Четыре команды от разных предприятий проходят тестирование, представляют профессиональные кейсы и моделируют реальные производственные ситуации. По итогам определяют лучших специалистов в области охраны труда. В этой сфере сейчас происходят серьезные изменения. Как на практическом уровне разделяются полномочия по направлению безопасности, так и на законодательном. Количество нормативно-правовых актов, которыми ранее регулировалась эта сфера, сокращается в 14 раз с 1000 до 70 документов. Работодатели предъявляют повышенные требования к специалистам, поскольку это единственная должность, прописанная как обязательная в трудовом кодексе. Отказаться от нее руководство компании не имеет права. Никто там больше не упоминается, ни юрист, ни кладовщик. То есть работодатель составляет штатное расписание, все остальные вопросы он имеет право решать самостоятельно. А вот специалиста по охране труда он обязан иметь. При численности работников более 50 человек он обязан иметь специалиста и, соответственно, в зависимости от численности уже создать службу охраны труда. Поддержку специалисты по охране труда находят в городском департаменте по управлению персоналом и кадровой политике, где для них регулярно организуют профилактические мероприятия. Например, сегодняшнюю Олимпиаду. Также в ведомстве готовы бесплатно проконсультировать как юристы, так и экономисты. 28 апреля специалисты по охране труда будут отмечать свой профессиональный праздник. В этот день мы напоминаем о необходимости внимания к таким вопросам, как охрана труда, как предупреждение и профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Ведь каждый человек имеет право на достойный труд в условиях безопасности и вегиены. Международная организация труда установила праздничную дату в начале нулевых. Однако корни уходят глубже в историю. В 1989 году профсоюзы США впервые провели День памяти погибших работников. Позже акцию поддержали еще 100 стран. По статистике, ежедневно в мире на рабочем месте погибают 6 тысяч человек. Причины чаще всего связаны с желанием работодателя сэкономить за счет игнорирования техники безопасности. Поэтому сегодня так важна должность человека, который следит за соблюдением качественных условий труда на рабочем месте. Мария Левина, Константин Головин. События.